Послание к римлянам святого апостола Павла «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Так апостол Павел сказал «если возможно». То есть он указал направление нашей жизни. Чтобы мы, насколько это в наших силах, из-за мелочей, из-за нашего самолюбия, эгоизма, тщеславия, не нарушали мира с человеком, с другим человеком. Если это возможно, потому что все мы самолюбивы, у всех нас все страсти. Так вот, апостол Ииии поэтому и призывает – боритесь с этим, ибо тот, кто не борется, тот, конечно, не может и приобщиться Христу. Поэтому им призывает – если возможно, потрудитесь, понудьте себя, постарайтесь быть в мире с каждым человеком. И дело в том, что если даже всё есть, а мира нет, всё становится немило. Вот в чём дело. Семья без мира – это уже не семья, это страдание. Поэтому не даром все и опытные люди, и все воспитатели предупреждают, взывают буквально к людям – постарайтесь, насколько это возможно, соблюсти вот этот, сохранить этот мир. Не раздражайтесь из-за пустяков-то хотя бы, постарайтесь. Так что в данном случае он просто призывает к этому и указывает направление нашей, я бы сказал, вовлечённости в общественную жизнь. Прежде всего, конечно, семейную и затем и далее. Вот так. Это возможно, конечно, мы все знаем, что иногда можно сдержаться и не ответить на какое-то замечание, ничего не ответить. Даже в Ветхом Завете была интересная заповедь – око за око и зуб за зуб. То есть не два око за око и не два зуба выбить за один зуб. Слышите? А хотя бы исполните принцип справедливости, уже если не можете достигнуть любви. Так вот, в данном случае речи именно идёт об этом, если возможно, то есть призыв к этому. Потому что, где мира нет, какой там Бог, какое христианство, какая там, может быть, любовь – вообще ничего не будет. Если возможно, имейте мир со всеми людьми! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...